Травинки и веточки, порой даже кисть не может передать всю грацию природы, так как это сделает нить, оказавшаяся в талантливых руках мастерицы. «Голос трав» выставка под таким названием проходит сейчас в музее Пророкова. Гобелена представила Евгения Жарочева. Всю свою жизнь женщина посвятила преподаванию. Ее выпускники сегодня состоявшиеся художники, архитекторы и педагоги. И только теперь настало время для души и гобелена. Теперь я занялась тем, для чего, собственно, и когда-то готовила с чистым творчеством, что называется. Потому что раньше я была педагог и тире художник, и художником была только в летние каникулы. А сейчас только гобелены. И в них отражение моей души, моего настроения. Техника гобелена родилась из техники ткачества. Осваивать ее Евгения Борисовна начала давно, когда работала над программой для детской художественной школы. Тема природы сейчас в творчестве центральная. Вот, например, работа под названием «Иний». Навеяна прелестью предыдущей зимы и невероятно красивыми морозными узорами на ночном окне. Или вот два квадрата. Наш ответ Малевичу. Только формы более пластичные. Что-то есть в них из Тарковского, уверена Евгения Борисовна. А вообще все зависит от настроения. Азар-то даже. Потому что бывает, что сидишь-сидишь, смотришь, уже три часа ночи спать не хочется и делаешь. Ну, поскольку на работу не надо торопиться, поэтому отдаешься в сласть. Какая-то, может быть, мучить и долго. И вот люблю начинать и очень трудно заканчиваю. Выставка небольшая, но очень уютная. В музее Пророкова она продлится до 22 октября. Успейте послушать голоса трав, пока не наступила зима. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.